вот и октябрь заканчивается а в сочи еще тепло самое время идти по грибы выбрали место где растут грибы деликатесы белый трюфель и цезарьский поганки нашел и радуешься что и вот какое красивое место отдыха мы нашли все тут интересно сделано детвора наверно вот стаканчики самодельные из бамбука ложечки даже вышкребали красота стол даже аккуратный да и маска из дерева дерево мягкая правда а это наверное типа рыбы листья висят сохнут или чтобы не заблудиться вот среди сосен красота и сосны такие огромные сосны это ели вообще интересная елка такая необычная я такой первый раз вижу и стволы какие здоровенные красота как выяснилось позже это дерево похоже на ель и кстати запах у нее хвойный называется секвойя вечно зеленый монотипный род древесных растений семейства кипарисовые естественный ареал рода тихоокеанское побережье северной америки отдельные экземпляры секвойя достигают высоты более 115 метров это один из самых высоких деревьев на земле вот так находка у нас сегодня встретили самое огромное дерево в мире получается что в сочи секвойя интродуцированное дерево пока таких величественных размеров не достиг но ствол я хочу сказать очень большущий надо будет еще раз туда сгонять уж очень понравилось мне это место ну да колдуны а гуляем по лесу и пока ни одного грибочка не встретили только людей здрасте а вы за грибами есть грибы спасибо спасибо что ты собака мы решили поехать в другое и пошли к машине по дороге я свернула на другую тропу и вышла на красивое озеро которое было в горах вот в такое место я пришла наверно летом здесь купаются за озером слышны детские голоса и виден дым костра пойду посмотрю интересно же непонятно что это кровати диваны какие-то столы и лампа палатка какое-то лесное место отдыха бар это что все дети сделали не могу понять непонятно что это за место отдыха отдыха всем привет наконец-то мы приехали в свой родной лес тут как-то породнее поровнее вот а первый раз мы приехали в поселок дубравный там крутые склоны и овраги но лес красивый еловый таких ели я вообще никогда не видела первый раз встретила и растут замечательные деликатесные грибы цезарские но мы долго не стали ходить потому что я забыла снять кроссовки и одеть сапоги мне было очень неудобно ходить поэтому мы приехали в свой лес и вернулись к машине приехали в свой лес и теперь будем здесь собрать грибы если попадутся смотри какие грибочки чё это то на толстые ножки это поганки вода в реке поднялась не можем пройти не знаю пройдем мы здесь смотри скользко ну и где пройти у тебя думаешь поменьше воды может вон там так надо аккуратно а мне кажется вот здесь лучше ой-ой-ой голова аж кружится вот сюда о-о-о-о-о прошли уровень воды в реке поднялся еще раз повторюсь а значит людей ходила сюда меньше должны быть грибы по-любому потому что там где мы были там людей море мы пришли на то место где я в прошлый раз нашла дубовики веки не знаю насколько мне на этот раз повезет все-таки здесь поровнее реально там вообще тяжко ходить туда-сюда здесь хоть и по булыжникам по воде но по равнине но мы тут среди реки не найдем грибов нам надо идти в лес сначала мы переходили реку несколько раз сели перекусили потом походили немного и начали расстраиваться что не встретили ни одного гриба но потом я решила подняться по крутому склону и мне стали попадаться сыроежки а дальше настроение так поднялось что из леса уходить не хотелось неужели мы с пустыми руками домой вернемся ни одного гриба может туда наверх поднимемся о какой краснушечка красиво червивая краснушечка вот не знаю съедобно это или нет похожий на гриб коралл но у него утолщенная ножка и плотная такая на рынке я видела бабульки продавали но я подумала что коран коралловые но я возьму потом дома проверю а то здесь интернет не ловит если не удобно то будем есть так вот уже 2 грусть значит насобирали мы сыроек будем засаливать ну а что делать опять не видать будем засолкой заниматься короче нашла в интернете видела что это вроде как лисички черные может быть воронки но я возьму а там уже посмотрим просто если я их не возьму и потом в интернете увижу что они съедобные я буду очень сильно сожалеть что не собрала просто так потому что сам процесс очень интересен собирание грибов я их больше люблю собирать нежели кушать он целая поляна как пройти мимо а если они еще съедобные тут вообще сказка мой ночью они не заканчиваются тут поляну нашла реально но я видела в интернете тоже ведрами собираю то есть если ты нашел то очень много и сразу как опята пачками в общем хотела уйти но они тут повсюду просто просто повсюду тут никто не ходит и вот мы уже целое ведро собрали и мы тут залезли на вершину значит и ползаем я вот в одном месте не могу никак отойти у нас сегодня сыроезд 4 день одних сыроежек набрали урал сканирует съедобный это гриб или несъедобный в интернете интернет не очень ловит но просто дважды мы ходили собирали и когда пришла домой почитала узнала что это съедобные грибы то ли черная лисичка то ли воронка и было очень обидно что мы не насобирали их на этот раз решили собирать все что приблизительно знаем ну то что не знаю конечно брать не будем а то что приблизительно знаем а потом отсканируем дома в интернете приготовим поесть вот такие мы следопыты все проверяем на себе все на себе нашел что эта воронка да и что это труба смерти черная лисичка но в общем вот они эти грибы вот до черная лисичка называется я просто не помню я знаю что они съедобные поэтому я не стала как бы на этот раз проходить мимо решила по собирать в общем набрали целое ведро я решила перебрать сыроежки тогда выкину я не знаю выкинуть не выкинуть или посолить их урал как думаешь вот этот гриб я тоже не знаю что это за гриб но он был червивый а в ядовитых грибах черви не водятся ну возьмем да возьмем все думы переберем прекрасно что мы нашли такие интересные грибы как вороночник рожковидный семейство лисичковые а в народе их называют черные лисички на авито продают за очень дорого 100 грамм 1000 рублей оказывается эти грибы считаются деликатесом и очень полезны для здоровья вороночники имеют целебные свойства их используют не только в кулинарии но и в медицине фармацевтики для приготовления спиртовых настоек или порошка испанцы очень необычно используют черную лисичку в своей кухне грибы сушат потом измельчают до состояния порошка и готовят с ними тапасы национальные мини закуски и традиционную итальянскую пасту сушеные черные лисички измельчают и добавляют в обычную соль отменная приправа к любым блюдам соусом супам тушеному мясу или рыбе я захотела прогуляться вверх по протоптанной тропинке потому что там мы не заканчивается поляны этих черных лисичек что там у нас есть посмотрим все равно обратно по этой же дороге всякие поганки фух жарко не за воздух вроде прохладненький но в тоненькой ветров очки жарковато круче я уже ушла от мужа далеко в горы сильно высоко поднялась и нашла даже один благородный гриб на весь какой-то мягкий я его выкину просто мужу покажу а это похоже мухоморчик да спущу сидит кость как говорю да иди я мастер своего дела катиться-то долго придется что это шпажка да люди ходят в подбитые класс хорошо что сюда зашли ой не ломай не ломай краснушечку зачем ты ее изуродовал ногами надо было пинать засолим у краснушек много насобирали засолим ой не хочу уходить из лесу мне так нравится ходить по грибы и по ягоды вот еще бы знать где черника растет в красном поляне туда еще сходила да вот даже уже почти спустились что еще о какой-то он оранжевый не красный ну сломай чуть меня гоняешь дай мне вот этот грибочек краснушечку столько мы засолим и не надо покупать маленькую баночку вот и опята мы нашли вроде вроде опенок ну сорвем немножко для разнообразия с этими с лисичками пожарим краснушка да посмотри она не червевая ножка пустая не на пустую да их туда не тут все пустые давай хороший а вот это ложные опята я тиска пошли так я не говорю мне нравится ходить просто ходить больше чем я люблю грибы я не люблю не особо то люблю есть грибы я люблю сам процесс собирать находить это же приятно это радость как ты любишь ловить рыбу сам процесс это же прикольно ну вот так же с грибами ой красиво здесь как будто купаться можно вода поднялась да как и купаться глубина нормально здесь смотри видишь ну летом то не так зато смотри глубина ладно пошли вместо красиво двоем с полными пакетами грибов вышли мы из леса проходили мимо лесничьей сторожки где встретили хозяина леса он посмотрел на наши трофеи с изумлением и сказал о сыроежки оленьи рожки и черные лисички теперь с уверенностью несем домой знаю что все грибы что мы собрали съедобные на этот раз у нас одни сыроежки благородных грибов не было но тоже нормально вот это лисички целый пакет вот они какие первый раз в этом году собирали тут перемешку лисички сыроежки будем и солить она и немножко опять попалась немножечко прям тут оленьи рожки первый раз тоже собирали на дне там еще есть тоже с лисички грузди сыроежки краснушки краснушки будем солить лисички жарить это не знаю как готовить ну интернет в помощь посмотрим в интернете и приготовим вот еще какие-то короче каштан не каштан не знаю но вкусные орешки я попробовала вот какие надо было больше собрать получается целый таз лисичек офигеть еще соседи угостили дали немножко на зарёху с картошечкой лисички прополоскала в тазу но скажу они стали сильно крошиться сыроежки каждый гриб промыла под проточной водой шляпки чистила зубной щеткой ромарию тоже мыла под краном краснушки и грузди вымочим потом холодным способом засолим большую часть вороночников уберем в морозилку олени рожки тоже порезала и в морозилку а остальные лисички пожарим с опятами приготовлю стандартно масло лук соль перец грибы приготовились пора попробовать ем их первый раз внешний вид выглядит так себе вкус чем-то напоминает древесные грибы по-корейски если еще по их рецепту приготовить то наверное можно будет отличить их только по тонкому телу макромицета ведь у древесных они плотнее и хрустят ромарию готовила на следующий день скажу сразу этот гриб на любителя так как после варки я заметила странноватый запах перед жаркой попробовала чуточку горьковат и привкус немного похож на трутовик серно-желтый теперь я понимаю почему нам тогда лесничий сказал что он их не собирает потому что не умеет готовить я тоже готовила впервые в интернете не нашла нужного рецепта в основном стандартное приготовление со сметаной и чесноком и тогда я решила поиграть со вкусами добавила немного соевого соуса попробовала не то добавила репчатого лука паприку кориандр сливочного масла чеснока и томатной пасты разбавленной водой тушила около 30 минут получилось очень даже ничего съела всю тарелку и и и Продолжение следует...